Подведение итогов года в формате пресс-конференции – традиционное мероприятие в Кавказском биосферном заповеднике. В 2019-м природную территорию посетило 250 тысяч человек. И динамика нового года показывает хорошую тенденцию. За первые две недели на объектах заповедника побывали около 12 тысяч человек. В Сочи и Лаганаке появилась новая услуга – скит-тур. Это подъемы и спуски на специальных лыжах, а также прохождение маршрутов по пересеченной местности. А вот от интернета в горах решили отказаться. Ранее на туристических маршрутах Кавказского заповедника планировалось подключение к Wi-Fi. Но по результатам опросов туристов выяснилось, что такая услуга им не нужна. Поэтому решено улучшать качество отдыха. Задача Кавказского заповедника – это не развивать дальше туристические маршруты, а их сделать более компактными, более современными. Мы будем рассматривать, все-таки мы к этому придем, сделать маршрут через Безыменку на Кордавач, кольцевой маршрут. Мы с наукой обсуждали, тема интересна. Мы хотим более модернизировать наши вольерные комплексы. Как бы заключаться, что мы хотим построить такие видовые площадки. Кажем животным. Человек поднимался, был выше забора, с этой площадки мог наблюдать за животным, а не смотреть через эти сетки, как сейчас. Мы хотим также увеличить птиц. У нас птиц нет, мелких вообще. Хотел сделать вольер. Сейчас для туристов открыты маршруты на плато Лаганаки, в Красной Поляне, Смотровая Ефремова, Купель на реке Бешенка и маршрут по долине реки Ачипсе. Посещение Бзерпинского карниза в ограниченном режиме и возможно только в составе организованных групп, так как эта территория лавиноопасная, и при большом количестве снега маршрут закрывается. Летом действует 16 туристических маршрутов. Новых в этом году открывать не планируется, а будут благоустраиваться существующие. А еще ученые оценят рекреационные нагрузки. Будем стремиться регулировать посещаемость, чтобы она была распределена по всей рабочей неделе, а не только в сконцентрированные выходные. У нас будет введено ограничение на продажу билетов в сутки. То есть будет на каждый маршрут определенное количество билетов. И после того, как люди их выкупили, на этот день уже билет будет купить невозможно. Такое нововведение позволит решить и проблемный мусорный вопрос. Ежегодно с турприютов, вертолетом и на лошадях инспекторы вывозят десятки кубометров отходов. Летом на всех тропах заповедника ограничат использование одноразовой посуды и влажных салфеток. На территории разных охраняемых территорий уже зафиксированы случаи гибели животных от поедания пластикового мусора, в частности салфеток. То есть это приводит к завороту кишок, и животное погибает. Их привлекает запах. Часто люди моют руки этими салфетками, и на них остаются остатки пищи. Пока нововведение будет носить рекомендательный характер, но потом может стать правилом. Затронули на пресс-конференции вопрос о вредителях, уничтожающих каштан и самшит. У этих насекомых нет биологического врага. Возможность его вовведения в лабораториях только обсуждается. А химические методы не дают стопроцентного результата. Примерно половина насаждений каштана в Кавказском заповеднике заражена. Велика вероятность возвращения самшитовой огневки. Сохранить реликтовое растение можно только благодаря появлению почек на старых растениях и высадке новых саженцев. И надежда на то, что колхидский самшит не будет утрачен, есть. В птицесамшитовой роще уже появились десятки молодых ростков.